добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня мы с вами возвращаемся к брюкам номер два и будем моделировать для этого комплекта жакет я бы назвала этот жакет модные вещи простыми методами потому что жакет будет очень прост но дело в том что он у нас будет смоделирован от 10 мерок все-таки поэтому он у нас не входит в группу модные вещи простыми методами но тем не менее мы так можем считать потому что вот такую очень 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 простую вещь мы сейчас с вами смоделируем жакетик у меня будет длина 68 по моему или 65 от плеча по переду 65 плюс вот я прибавила уже здесь к выкройке будет состоять из полочки спинки двух рукавов воротника и двух карманов никаких бочков никаких рельефов ничего ничего и плюс будет уменьшенная выточка потому что я не хочу когда я одену вот такой хлопковый жакет и вот так одену на распашку чтобы тут где-то была вот такая выпирающая грудь я это ненавижу ненавижу от слова совсем поэтому точно мы смягчим грудь сейчас с вами уменьшим на грудную выточку расслабим пройму жакет будет с подплечниками подкладка у меня будет тончайшая только по переду по спинке только будет на лопатках маленький кусочек подкладки в рукавах подкладка не будет поэтому обшиты подкладкой подплечники не будут спрятаны между подкладкой и тканью они будут прямо вот открываешь вот подплечники их придется обшивать какой-то тканью я хочу сказать что очень большие подплечники я конечно делать не буду абсолютно у меня будет в пределах разумного расширения по линии плеча немножечко будет свободный рукав но мы сейчас смотрели на следующие вещи на следующем видео мы это все в раскроем сметаем померим и я думаю что очень 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 скоро будет обзор готовые изделия потому что я уже сняла видео как внести изменения после первой примерки я уже даже рассказала в другом видео как я все это собираюсь носить конечно я не собираюсь носить как это выглядело на первой примерке вот так вот просто поднята кофта и показаны брюки конечно нет у меня будет сверху пиджак по бокам здесь у меня будет ремень кожаный возможно будет кожаный ремень но тоже это не значит что я вот так вот разденусь у меня по кругу будет кожаный ремень в таких широких брюках нет я у меня сверху будет же одет жакет если я сниму жакет то у меня сверху будет топ вот так на брюки одет но он будет вот так вот сверху одет но в тот момент когда мы мерили нам обязательно нужно было посмотреть брюки так как они есть поэтому я вот так вот показала вот как есть просто как есть честно но потом я внесла изменения кое-какие коррективы вы уже в курсе всего и так очень много у нас сейчас разговоров опять о брюках возвращаемся к жакету брюки я убираю вот моя тканечка которая у меня осталась от брюк вот такой хлопок великолепный в полоску да у меня даже топ к нему есть вот у меня топ видите который на мне сейчас у меня есть бежевые босоножки но не совсем вот такого бежевого цвета пудрово бежевая тоже все сюда подойдет нормально как бы не обязательно сейчас не такие времена цвет в цвет прямо все выбирать цвет в цвет ну и хочется мне сказать что к таким широким брюкам но как бы не очень хорошо обувь на тонкой шпильке обувь должна быть или без каблука какая-то там модная как что вы любите без каблука или босоножки или туфли на каких-то грубых подошвах на каких-то широких каблуках расширенных что-то более немножечко такое грубое и современное как бы шпилечка обувь на тонкой шпилечке сону как бы не совсем подходит к этим моделям сейчас я убираю ткань еще раз смотрим на эскиз состоит из полочки спинки немножко расширены будет свободно рукавчик воротничок и два кармашка все простейшая абсолютно очень 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 простая вещь этот жакет пойдет не только к этим брюкам а еще и у меня в плане другие вещи которым тоже подойдет этот жакет убираю базовую снова на мне не нужно передо мной полочка спинка но как не нужно пока не снимаю рукав она мне не нужна я взяла длину попереду 70 длину попереду 70 смотрите вот от начала плеча до низа 70 я брала это уже с подгибкой 3 сантиметра но думаю что хлопок надо все-таки один сантиметр иметь запасе сантиметр полтора вот так вот я сейчас немножечко еще прибавлю по длине чуть-чуть полтора сантиметра еще прибавлю и получается что я к базовой основе прибавила 8 с половиной сантиметров передо мной базовая основа полочка спинка шлицу по центру спины я не прибавляю я ее прибавлю на ткани сейчас я отрежу вот эту длину каждый из вас будет знать какую ему нужно длину сейчас еще в этом видео мы вернемся к базовой основе потому что будем снимать рукав так теперь все внимание на наш чертеж я хочу плечевой шов прибавить ну сантиметра на полтора в ширину и я так сейчас и буду прибавлять сантиметра на полтора и углубить вот здесь вот вот моя первая пройма 1 моя пройма вот она я хочу тоже сантиметра на 2 потому что я хочу все свободно сейчас я обведу ее цветным но еще мы будем ее расслаблять у нас вот эти плечевые швы поднимутся немножко другой наклон приобретут за счет того что мы в пройму будем расслаблять немножко прикрывать вытачки не давай я все-таки сделаю на полтора сантиметра ширину смотрите на полтора сантиметра удлинила плечо и на 2 углубила пройму и нарисовала через эти точки новую пройму но от того что нарисовала новую пройму смысл не изменился смотрите за счет того что у нас все равно наша пройма имеет вот такую наклон в переднюю часть и кажется что у нас сейчас стала узкая пройма узкого здесь пройма но благодаря тому что мы немножко расширим прибавим вот здесь в боку на ширину а я мало того что разрежу там еще подклею эту ширину мы ее раздвинем в боковом шве и у нас пройма расширится потому что нам нужна свобода нам нужен свободный модный жакет вот такой в котором мы будем накинули и отдыхаем чтобы нам было хорошо сейчас я хочу прибавить на полу занос два с половиной сантиметра это без припуска на швы сейчас мы разберемся с первой пуговицы где у нас будет первая пуговица это край борта я рисую первая пуговица у меня будет вот так вот под грудью вот у меня вершина груди ну вот так у меня будет примерно первая пуговица я хочу возвращаемся к эскизу видите где у меня первая пуговица еще может быть даже ниже но я не хочу ниже я хочу ну вот так вот от груди вот так чуть-чуть еще пониже возьму всегда себе определитесь вот так сами на себя посмотрите и вот так да руками возьмите где бы вы хотели первую пуговицу ну где вы хотели вот где вы хотели возьмите отверем на впади насмерить это расстояние и вот здесь отметьте ясно что с этой точки мы строим воротник ясно что от начала плеча мы снимем сантиметра полтора и столько же здесь по центру спины не имеем права много снимать тут самое большое 07 вот тут 07 вот оно 07 потому что если вот тут много снимать воротник всегда будет тянуть назад а с боков мы снимаем сколько нам хочется вот от этой точки возьмите вот так сантиметра три вниз вот первой пуговицы пошли строить лацкан лацкан у нас будет большой поэтому вот здесь вот не стесняемся побольше прибавляем если у нас от края борта мы прибавили вы следите за моими мыслями я возьму два с половиной от края борта кто не доверяет своим рукам пожалуйста берете в руки саблю на сабле есть такая линия которая очень красиво выведет вот эту линию она не должна быть под линейку от эта линия вот она видите слегка 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 вот такая видите какая красивая да она должна быть красивой и вот эту точку мы соединяем следите за моими руками так как пиджак очень простой то мы не будем тут рисовать угол и в него вшивать вот так вот просто раз и все и теперь на данном этапе нам нужно определиться что мы хотим что мы хотим мы хотим вот отсюда какой то там воротник ладно мы его потом смоделируем этот уголок немножко приподняли вот так приподняли это будет покрасивее пока мы воротник не моделируем но вот примерно чтобы себе представить что мы хотим мы вот хотим вот так центр переда первая пуговица край борта немножко от края борта прибавили два с половиной может быть после примерки я это срежу немножко но пока я беру вот так вот побольше эти точки на полочке и спинке от начала удалены одинаковы пока вот так вот у меня пока вот тогда приталивание никакого не будет если даст интеграция интересует вот этот уголок мы его просто пока вот отложили и помним что линия перегиба лацкана от начала плеча находится на два сантиметра сюда то есть если мы сейчас выведем вот начало плеча у нас вот здесь у нас два сантиметра если бы мы продлили плечо вот сюда внутрь на два сантиметра и соединились с уровнем первой пуговицы мы прекрасно себе уже получаем линию перегиба лацкана линия перегиба лацкана не подходит в эту точку она на два сантиметра вот здесь отодвигается и вот теперь уже теперь мы можем видеть наш воротник ну прекрасный воротник да отлично очень хорошо не большой не маленький вот прямо вот хорошо миллиметр чуть-чуть срезаю просто для для красоты линия прекрасно когда мы будем кроить мы можем вот эту точку еще на сантиметр вот так вот поднять для чего чтоб не сделать не сильно ну нет нормально нормальный воротник как бы у нас и на эскизе достаточно занижен вот этот раскеп нет не будем поднимать ничего сюда оставляем все как есть обратите внимание что я вот просто делюсь с вами своими мыслями и также в боку сейчас буду расширять вам все буду показывать как будет выглядеть наша прайма вот так уже в окончательном варианте кто-то будет без шлицы кто-то со шлицей но такие широкие такие мужеподобные жакеты они конечно красиво со шлицей вырезаю вытачки плечевую и на грудную джакетик у нас будет широковатенький поэтому вот этот весь объем нам здесь не нужен расширили углубили еще сейчас здесь будем раздвигать так теперь уменьшаем вот эту вытачку сначала мы ее переводим в боковой шов кто не смотрел пожалуйста все найдите моделирование красной ярко полосатой льняной курточки с капюшоном вот там у нас полностью вот эта тема разобрана очень глубоко здесь такая просторная поэтому я не перевела боковой шов на середину у меня спинка меньше полочка больше вещь такая хлопковая и такая вот простая кажется у нас поэтому мы оставили все как есть а могли этот шов перенести сюда чтобы вытачка была короче но могли и не переносить так сейчас мы поработаем с вытачкой и потом а нет давайте не так давайте сначала расширим я наверное расширю сейчас только спинку сантиметра два раз на два расширю спинку для того чтобы мне сделать изделие пошире я каждый раз стараюсь вам давать разные варианты чтобы вы учились думать мы делаем прямой широкий почти не приталенный пиджак у нас не будет этих талиевых вытачках никаких бочков ничего и я сейчас могла бы здесь прибавить один сантиметр и здесь один сантиметр но я прибавляю к спинке два сантиметра потому что она уже и когда я сложу вы увидите что как сказать от переменными слагаемых сумма не меняется естественно мой рукав тоже будем брать пошире а там уже на примерке я могу конечно сделать там поуже взять или приталить немножечко но сейчас моя цель сделать вот такой вот ну что-то новое для себя я хочу теперь смотрите что произошло с проймой вот теперь пройма прямо моя вот прямо моя моя вот она прямо вот моя видите что за счет вот этого расширения она расширилась но это еще даже не все что мы сделали с проймой переносим на грудную вытачку в бок когда вы переносите на грудную вытачку в бок вот этот угол всегда поднимается вот не естественный вид при принимает не надо сшивать изделие а потом пороть и переносить вот немножко этот шов в наклон но гораздо лучше сделать это сейчас потому что я это сильно не люблю перешивать и все такое прочее но миллиметров 7 тут обычно чаще всего снимаем так что мы имеем мы имеем на грудную вытачку которую мы сейчас уменьшим и пока мы сейчас все это делаем мы сейчас все время будем наблюдать за тем как видоизменяется наша пройма берем спинку и разрезаем тоже в пройму вытачка у нас остается вот это но миллиметров на 7 она вот здесь вот открывается а этот остаток вытачки остается он тоже за хорошее прилегание сзади проймы к телу после того как мы ее зашьем и сейчас вот вот сейчас мы посмотрим на пройму сегодня у нас длинное видео я очень много вам хочу рассказать поэтому наберитесь терпения я добилась для себя своего размера расширенной проймы углубленной на два на полтора сантиметра со спущенным плечом все я вот сейчас смотрю на нее на пройму всегда надо смотреть вот так от плеча если бы я смотрела с той стороны я ее не понимаю я ее понимаю только когда вот смотрю вот так отсюда да смотрите идеальная пройма мне все нравится вообще мне все нравится что мне не нравится мне не нравится то что у меня еще здесь большой объем я его уменьшила только вот на это расстояние эту вытачку объем пока большой поэтому следующий шаг который мы сделаем и уменьшим вот эту вытачку сто раз вы уже это проходили знаете но пройдем еще раз повторение мать учения ничего не случится с нами если мы лишний раз что-то повторим я с верхней части на сантиметров но я сейчас вот так вот просто подклею бумажку неважно насколько я очень часто от меня требует каких-то знаний но где я не очень сильно и очень часто меня спрашивают о каких-то темах где я не очень сильно я всегда отвечаю я сильно в конструирование в моделировании в постоянной конструкции в работе с вытачками с праймами вот это вот как бы это мое а все остальные такие темы которые мне приходится очень часто на них отвечать но как бы не совсем мое я считаю что самая моя сильная сторона это конечно вот здесь теперь на полтора сантиметра я прибавляю и от вершины вытачки к точке полтора строю новую линию вытачки а теперь будьте внимательны да вот у меня сторона вытачки шла вот так вот вот она и получается что вот это вот расстояние я сейчас искусственно прибавила для того чтобы уменьшить вот тут объем или бы мы мы вот столько бы зашивали вытачку или вот столько объем будет здесь намного мягче идем дальше уменьшили дважды на грудную вытачку убрали в пройму и уменьшили вот так искусственно теперь если мы составим линию талии с линией талии вот соединяю линии талии с линией талии и представляю что я зашиваю нашу вытачку вот я и зашила наши полтора сантиметра вот они вышли вы видите да я просто нижнюю часть проймы углубляю вот на это расстояние и отрезаю смягчила на грудную вытачку расширила сделала свободней на грудную вытачку убрала сюда и здесь расширила здесь у меня объема теперь прямо меньше меньше грудь будет мягче мой жакетик вот так будет лежать на мне мягче не создавать вот здесь вот такой вот объем который на хлопке потом не сутюживается ничего не знаю что с ним делать это ужасно все уменьшили все расширили линия талии совпадает линия низа совпадает теперь если я зашью вот эту вот вытачку у нас расстояние от линии талии до начала проймы совпадает вот у нас широкая хорошая пройма глубокая широкая комфортная нам осталось только правильно построить рукав расширить взять его посвободнее и практически наша выкройка готова объясняю если бы я сейчас вот это все вам не рассказывала а просто молча бы делала делала сама себе мне нужен пиджак я бы истратила минут десять но так я и истратила больше потому что я все показываю я бы никакой скотч не клеила сразу бы раскрыла на ткани приколола все там сделала и все но нужно же показать что как это все делается модный жакет самым простейшим методом мы с вами уже смоделировали полочку и спинку но мы долго моделировали потому что я долго рассказывала если я долго не рассказывала я бы смоделировала быстро нам осталось сейчас смоделировать воротник и немножко сделать более подходящим рукав почему сделать рукав более подходящим потому что нас сильно видоизменилась пройма сильно видоизменилась пройма и конечно рукав тоже должен получить какие-то изменения вы видите что у нас здесь получилось вот такая вот свободная комфортная широкая пройма я еще забыла вам сказать о том что когда вы вот так вот уменьшаете объем раствор вытачки вы уменьшили вот на это расстояние плюс вот это расстояние у нас сильно уменьшился раствор вытачки который не дас здесь вот такого объема мы имеем возможность на сантиметр полтора сократить длину вытачки что мы и сделаем когда у нас уменьшенный раствор вытачки можно его сокращать б... длин ну когда у вас полный раствор вытачки а вы его взяли длину здесь укоротили мне часто пишут надо украсть вы длину укорачиваются потом вот этот весь объем у вас будет не на груди а где-то рядом и вы его никогда не сутюжите. Поэтому сейчас мы имеем такую же возможность слегка укоротить вытачку. Что нам будет нужно? Для построения воротника нам нужно будет измерить росток. Сейчас я его измерю и запишу. Ну что, у нас девять с половиной. Девять с половиной, потому что мы вот здесь на полтора сантиметра срезали от начала плеча здесь на 0,7. Пишу росток девять с половиной. Девять и пять. Ну и конечно, и конечно, для работы для того, чтобы нам работать с рукавом, нам нужно знать длину проймы, которую я сейчас измерю. У нас здесь все уже не то, что в базовой основе. Поэтому вот так вот лучше всего нам знать. 48. Полностью у нас 48. Пишу прайма. 48. Полностью полочка и спинка. Не надо замерять полочку, спинку, подгонять внутренний шов. Ничего это не нужно. Пожалуйста, я вас прошу. Так, ну начнем мы с воротника. Посмотрите, я пунктиром провела линию перегиба лацкана, которая у меня от этой точки ушла вот сюда вот на 2 сантиметра. Если я ее продлю, она вот от этой точки уйдет на 2 сантиметра. Это и есть наша линия перегиба лацкана. Прекрасно. И такой, вы видите, вот примерно что-то я тут уже накидала. Это я могла не делать. Это можно не делать. Просто я его сделала примерно, чтобы заранее увидеть чуть-чуть. Почему можно не делать? Потому что все то же самое можно нарисовать сейчас. Вот. Плечо. Вот этот отрезок от начала воротника до плеча. Вот я перенесла. И вот здесь примерно нарисовала желаемый угол. Вот он. Плечевую точку переносим в сторону на полтора сантиметра. Всегда на полтора. И вот с этого самого вот здесь в первую часть вы не имеете права ничего там видоизменять. Она точно вырез должна лечь. Вот эта линия нерушимая. А вот отсюда уже, пожалуйста, выходите на точку вот эту вот прекрасную вот так вот, которая у нас точка полтора. Вот эта точка сместилась на точку полтора. И вверх продлеваем на сколько? На девять с половиной сантиметров. Потому что у нас росток девять с половиной сантиметров. Вот это расстояние на самом деле это вот это расстояние. Вот это у нас прямой угол и центр спины. Центр спины я ставлю ну восемь с половиной восемь. Давайте возьмем. Восемь семь с половиной восемь восемь с половиной. Не надо здесь брать много, потому что у вас ничего не получится. И вот так вот красиво, красиво. Вот у нас уровень плеча. Уровень плеча. Немножечко, чуть-чуть, она такая вогнутая слегка в плече эта линия. Слегка миллиметра два. Там не надо ее там прямо вот так вот вгибать. Еще раз объясняю. Вот это первая линия. Мы точно повторили наш вырез полочки, горловину. Снесли на полтора сантиметра в сторону ту точку, чтобы у нас логичнее выстоялся воротник. Вот этот угол мы строим любой формы, какой нам хочется. Не именно такой угол, абсолютно любой, хоть какой. Он мог быть острым углом, мог быть уголочком вниз, мог быть скругленный. Любой, абсолютно любой. Вот это расстояние это наш росток. Прямой угол восемь с половиной, но даже я не знаю сейчас. Да, восемь я взяла, восемь. Вот это расстояние, от чего зависит вот это расстояние. Раскеп. Ну, вот от этой точки это расстояние примерно равно этому расстоянию. А кто-то сделает вот здесь вот такой угол, а этот маленький уголок и тоже будет правильно. Я просто примерно взяла, ну, примерно вот так вот. Примерно вот, как на поэскизе у меня чтобы было. Вот это вы сами, своя рука владыка, ведете любой угол, какой вы хотите. Если бы вы нарисовали вот такой угол, это тоже было бы правильно. Абсолютно любой, какой вам хочется. Это росток, это ширина воротника по центру спины, высота воротника. И такой вогнутой линией все соединили. Дальше. 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 Что у нас получилось, вот что у нас получилось. Вот так вот, вы видите, да, отлично. Теперь вот в этом месте я хочу немножко, чтобы воротник вот так вот раскрылся. Но помним, что наш центр спины это долевая. Вот так подальше, неважно полтора сантиметра, два сантиметра, но именно в задней части воротника, а не там, где плечевой уровень, а именно в задней части воротника, делаем вот так вот примерно три надреза. И вот я хочу открыть каждый вот так вот на миллиметра три. Теперь, если мы вот эту линию положим к долевой нити, смотрите, что мы имели? Мы имели вот, смотрите, вот так, да. Теперь, когда мы от долевой нити эти все вот эти разрезики открываем, у нас воротник получает другое направление. А вот эта задняя часть получает, когда она загнется, она получит вот такое вот облегание. Почему сейчас вот так вот стали делать? Потому что раньше, конечно, там шили из сукна, из того, из всего, более такие, которые можно было ткани. Придавать формообразование утюгом сейчас, конечно, нет. Сейчас вот как бы лучше всего есть какие-то оттяжки воротника, но лучше всего конструктивно все внести. Вот так вот я немножечко его вот так сейчас открою. Если вы вот здесь вот больше откроете, он приобретет сзади вид более такой лежачий. Сейчас он красивый, стоячий, отложной, но чтобы не было, что он у нас превратится вообще в лежачий. В лежачий нам не подходит. Вот благодаря вот этим вот открытиям нашим, вот этим открытиям, посмотрите, какую он форму приобрел. Вот теперь он будет у нас лежать просто. У нас долевая здесь сгиб. Сгиб вот в этом месте у нас сгиб. То есть мы получим сейчас двойной вот такой воротник. Нашу вот эту выкройку я, естественно, сейчас выброшу. Я думаю, что вы уловили мои мысли, как же мы пришли вот к такому воротнику. Вот так вот. Вот в этом месте не нарушить форму очень важно. Мне же так неудобно резать, потому что у меня такая тряпочка синяя положена на столе. Я же никогда не краю по таким вещам, но мне что надо, чтобы вы видели. Не могу белую бумагу резать, чтобы тут выступа не было, следим вот такой красивый один миллиметрик. И вот наш воротничок. Вот так вот он у нас выглядит вес. Центр спины долевая. Долевая нить. Вот наш воротник готов. Вот эти точки должны совпасть с плечевыми швами. Кто любит очень много контрольных точек. Вот наш росток. Вот плечевый уровень плечевых швов. Вот он. И вот у нас вперед входит. Вот наш уголок, который мы запрограммировали. Немножко у нас приобрел воротник вот такую форму за счет вот этих вот раздвижек. Думаю, что вы теперь точно сделаете себе все море жакетов на лето. И все с модными воротниками разными. А сейчас мы приступим к построению рукава. Полочка, спинка и воротник у меня готовы. Я их убираю. Но помню, что у меня прайма 48 сантиметров. Откладываю в сторону. Это полностью уже готово краить. Теперь я перерисовала рукав. Он у меня просто из базовой основы. Длиной. Ну 43 сантиметра. Мне так и надо 43 сантиметра. Естественно, я к среднему шву прибавляю по 1 сантиметру. Потому что у меня расширено. В этом месте у меня изделие расширено на 2 сантиметра. Значит, я и рукав расширяю тоже на 2 сантиметра. Вот я тоже дала. Я люблю, чтобы с этой стороны была передняя часть. У меня будет подплечник. К вершине рукава я прибавляю сантиметр. Вот передняя часть. Теперь я должна смирить окат. У нас прайма 48 сантиметров. Но мне надо хотя бы, чтобы рукав был примерно хотя бы 51. Чтобы здесь хотя бы 1,5 сантиметра было на посадочку. Здесь 1,5 сантиметра хотя бы, чтобы было на посадочку. 1,5 сантиметра это самая минимальная посадка. Ну да, 1,5. Обычно мы так и стараемся, чтобы было 1,5. Стараемся, чтобы у нас было 51. Потому что в этих частях тоже нельзя рукав, чтобы был натянут. Рукав, чтобы ложился свободно, чтобы в рукаве хватало места на посадку. Сейчас я измерю, вам скажу. Ну, 49,5. Что я хочу? Я хочу к низу заузить чуть-чуть на сантиметр. Рукав хочу, чтобы у меня был широкий, такой простой. То есть вот здесь вот я расширяю, а здесь нет. Сейчас увидите. Когда вот так вот мы поднимаем, вот видите, что я подняла. Мы делаем вершину вот этого рукава более такой слегка узкой, чем она у нас была. Это очень хорошо, потому что для этой модели это очень хорошо. Не сильно, но миллиметры тоже играют роль. Теперь я от центра разрезаю. Я не рисую, ничего там не рисую, что там мне нужно. И раздвигаю хотя бы вот так вот миллиметров на 8. Да, чуть меньше сантиметрика я взяла вот так вот. Я его сейчас перерисую. И помним, что вот здесь мы тоже в этих местах пройму раздвигали, и вытачку приоткрывали, плечевую и нагрудную не забываем. Я бы тоже вот так вот раскрыла. Видите, сколько нам еще пришлось работать с рукавом, с воротником. Примерно вот так вот с середины. Хотя бы миллиметров 5-6. Вот так вот раздвигаем. Еще, еще, еще. Рассвобождаем пройму. Сейчас я нарисую прямую линию по низу. Ну, естественно, я сейчас этот рукав выброшу. Здесь у меня к переду. Ой-ой. Нет, нельзя. Не шевелись. Не шевелись. Чуть-чуть вот так вот приоткрываю, чтобы было хоть похоже на правду. Делаю наш рукав таким, знаете. Вы все видели, что я сделала. Я сделала вот вершина, вот передняя часть. Может быть, я к низу еще сейчас немножко заужу. Я сейчас посмотрю, как это будет. То есть я прибавила высоту, прибавила в ширину, раздвинула по центру. И вот так еще раздвинула чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Потому что у нас пройма все-таки раскрыта. У нас пройма все-таки раскрыта за счет выточек. И я получила вот такой вот прекрасный рукав. Абсолютно прекрасный, широкий, комфортный. Я думаю, что мне в нем будет очень хорошо. Рукав я взяла 43. Это вот такая длина немножко за локоть. Думаю, что мне придется, может быть, в задней части вот здесь сделать шов. Чисто от того, что навряд ли у меня будет на целый рукав ткань. Ну, я его разрежу там, где мне захочется. По ткани, как это будет выглядеть. При раскрою я уже увижу. Но сейчас я хотя бы проверю вот эту ширину низа. Ох, материала вам дала в двух видео. Просто огромное количество. Очень информативное. Ну, да, к низу мне хочется. А что мне хочется? А ничего мне не хочется. Так хочется и оставить. 34. Это я уже на ткани потом, если что, 35. Ну, да, вот, смотрите. Так вот мне хочется оставить, да. У меня будет немножко длиннее за локоть. И вот, вот так вот мне хочется оставить, да, вот. Нет, ничего не заужаю. Всегда вот так заранее проверяйте. Не такая ткань с крыльями, которой больше нет. О, узко, кошмар. А вот заранее, как я сейчас заранее. Рукав. Великолепный рукав готов. Воротник готов. Полочка, спинка готовы. Очень в моде, очень в моде вот такие простые вещи. Вот он просто вот так вот ровно должен на нас лежать. Его должно быть немало. Рукав должен быть комфортным, вот свободным. Вот этот тоже у меня как бы жакет, но он несет другую функцию. Хочется вот такой свободный. Воротник должен быть не где-то там на плечах, а вот так вот у нас быть. Я хочу еще вам сказать, что от плечевого уровня, вот если у меня плечевой уровень, начало воротника у меня 10 сантиметров. Вот. Поэтому вы на меня посмотрите, помните, что такое 10. А может быть вы скажете, нет, я хочу еще ниже, нет, я хочу еще выше. То есть вы уже будете понимать. Ой, девочки, я думаю, мы очень будем разнообразными, очень модными. И думаю, что самыми модными будут зрители канала Модной практики, наши ученики. Сейчас у меня готовая выкройка. Краю жакет из того, что у меня осталось после брюк. У меня были очень широкие брюки. Помним, у меня вот так две длины ушло. Осталась вот одна длина жакета. И тут кое-что. Полосочка такая на подборта. Ну, если я вот так вот сейчас, как я все задумала, разложу полочку, спинку и рукав, то, конечно, у меня тут хватит на подборт, на накладные карманы и все такое прочее. Не широкенькую такую швитцу я сделаю в спинке. Я хочу сказать, что я сложила уже ткань полоску с полоской. Мы сейчас выкроемся. Спинка, передо мной вот спинка. Я хочу сказать о такой модели. Он должен быть вот таким вот прямым. Если сейчас я во время раскроя попытаюсь более сделать вот такую вглубленную талию, более такую впадину в спине, это все начнет заламываться. Поэтому или выточки, и все приталено по краям, или вот достаточно вот так вот все ровненько. Но сейчас полные журналы ровненько. Я же тоже хочу от всех не отставать. Мне же тоже нужно почти вот так вот, такой широким брюкам, вот такой вот пиджак, чтобы я точно соответствовала вот такую я сделаю невысокую шлицу. в спиночке. Немножко мне придется тут с рукавом разобраться. Вот так вот. По длине я ничего не прибавляю, полочки спинки, потому что я и так тут уже прибавила. Надеюсь, 3 сантиметра у меня будет подгибка низа. Боковые я прибавляю сантиметр. Так, спиночка у меня. У меня все широко, все комфортно. Точно абсолютно не будет никаких у меня проблем с шириной. По прайме прибавляю 7 миллиметров. Спинка. Полочка у меня получается. У меня самое главное, чтобы вот здесь хватило сантиметр на шов. И чтобы вот эта часть краеборта была параллельно кромке, то есть долевая нить. У меня вот здесь краеборта точно долевая нить. Вот это то место, где точно нельзя заблудиться. Сейчас я потом позову Наташеньку. Уже мы начнем сметывать. Конечно, у меня мало ткани, но ничего страшного. Всегда можно найти какой-нибудь выход из положения. Так, по краю борта я ничего не прибавляю на швы. Два с половиной сантиметра у меня здесь припуск. Кто кроит, допустим, Точно будет делать и полочку без подкладки. Вам надо вот это место увеличивать вот сюда немножко. Тут бы сантиметра не хватило, но как у нас полочка будет. На подкладке ничего страшного в этом нет. Здесь тоже по прайме 7 миллиметров. Здесь тоже поцепь. Контрольная точка. Эта часть абсолютно ровная должна быть, абсолютно ровная. Вот эта часть, как под линеечку. Так, все хорошо. Давайте сверим плечи. Ну да, все хорошо. С плечами все хорошо. Да. Так, а вот сейчас начинается у нас сложный момент. Там у меня осталось еще на подборта на все-все-все, а вот здесь мне нужно вырезать рукав. По низу рукава я ничего не прибавляю. У меня там есть еще ткань. Я сделаю подгибку из другого куска. Теперь смотрите, мне надо, чтобы вот здесь вот у меня хватило. Вот оно здесь. Вот оно, да? Поэтому, что я сейчас сделаю? Вот здесь оставлю, чтобы мне хватило. Низ у меня вот. Но я сейчас вот отсюда вот такую полосочку сейчас отрежу. Сантиметра два с половиной. И пристрою ее вот сюда. То есть у меня внутренний шов рукава смещается в сторону переда. Я не хочу никакие кусочки делать. Вот так вот у меня будет мой рукавчик. Прекрасно, очень даже великолепно. Отлично. Какая разница, где внутри шов. Абсолютно прямой рукав. Никакой формы здесь нету, как в двухшовном рукаве. Так. Начинаем выкраивать. Оккант 7 миллиметров. Вот так вот. Что мы имеем? Мы имеем то, что если мы согнем по центру, у нас боковой шов, вернее внутренний шов рукава. Смещается вот так вот немножечко вперед. Ничего страшного. Видите, что какой хороший рукавчик. У нас не вот так будет, что чуть-чуть смещен сюда на два сантиметра. Ничего страшного. Зато нету этих заплаток из одного куска. Все получилось. Все очень хорошо у нас. Отлично. Великолепно. Рукава готовы. Сейчас я очень сильно проверяю вот здесь вот полоски, потому что хочу вырезать первый воротник. Вот здесь теперь полоски должны лежать прямо вот полоска в полоску. Но у меня так и лежит здесь вот полоска в полоску. Да. Почему полоска в полоску? Потому что согнута точно по полоске. Отлично. И таким образом мне хватило ткани на подборта, на накладные карманы, хотела сказать накладные воротники. Уже заговорилось. В Париже покупала в лоскуте. Там в основном куски 3 метра. Кто был, тот знает. Так. Отлично. Очень хорошо. Вот наш воротничок прекрасный. Откладываем его в сторону. Сейчас мне надо здесь что перенести на полочке. Давайте с полочкой немножко поработаем вытачку. Вытачку мы немножко укорачиваем. Вот так вот. За счет того, что мы имели такую возможность ее уменьшить объем. Сейчас линию перегиба лацкана. И центр переда. От перегиба лацкана пошел центр переда. Это обязательно прокладывать прокладочные швы. Так. Давайте заодно вот эту вытачку перенесем, чтобы нам на той стороне все нарисовать, чтобы вы видели. Обязательно отмечаем окончание вытачки. При такой заниженной прайме расширенном рукаве, при такой расслабленности, при такой свободе, при такой расширенности самого изделия, как бы мы уже имеем право что-то тут немножечко делать посвободнее. Если бы мы взяли 10 мерок и прямо в той выкройке, как она есть, вдруг бы придумали там, допустим, укоротить вытачку, из этого бы ничего не получилось. Здесь я на этой стороне все рисую. Вытачка. Центр переда. Перегиб лацкана. Сейчас я еще раз за камерой все это перенесу на другую сторону. Линия талии. На другую сторону. И проложим прокладочные швы. Центр переда. Перегиб лацкана. Заметаем вытачки. И тут не так сильно у нас тут сметочно-наметочная работа, чтобы мы вам показали примерку. Думаю, что не надо набирать много видео. Сейчас начинать вот это вот все делать на камеру. Мы сметали вытачки. Центр спины и боковые. И подгибку. И проложили прокладочный шов. Вот он прокладочный шов. Перегиб лацкана. И центр переда. Сейчас мы сметаем плечи. Примерно вметаем воротник. Сейчас хочу рассказать вам о рукавах. Пройму я вижу. Пройма абсолютно идеальная. Абсолютно идеальная пройма для меня. Я это вижу. Я хочу, чтобы вы тоже увидели. Вот так поставлю напротив камеры. И смотрите, какая идеальная пройма для такого свободного жакета. Рукава у меня. Шов внутренний перешел немножко вот наперед. Когда все отутюжится, будет абсолютно нормально. Я его не собираюсь как-то совмещать или не совмещать с боковым швом изделия. Поэтому они у меня вот там где лягут, там они и будут. Дальше. Один воротничок у нас вот такой вот. Я хочу сказать, что я сейчас все это дометаю. И покажу вам примерочку. И открою вам по секрету, что брюки-то уже готовы. Брюки просто очень шикарно получились. После всех изменений туда, которые я внесла. После примерки. Когда я уже увидела, например, как это есть. И уже подогнала так вот под себя. Сделала так, чтобы мне нравилось. Мне уже нравится. Мне хотелось бы вот так вот визуально немножко удлинить длину. Может быть подшить чем-то другим. Но я же еще не видела с теми широкими брюками. Когда я одену в комплекте с широкими брюками, например, то я увижу лучше. Абсолютно ровненький вот такой пиджачок. Без выточек, без ничего. Вот такой широкий рукавчик. Нормальной длины. Вот такой, как я люблю. Здесь будут два накладных кармана. Все уплотнится. От утюжится. Рукава вметаны. Как попало. Никаких приталиваний. Ничего. Прекрасный пиджак. Я думаю, что я его найду с чем носить. Не только вот с этими широкими брюками. Я подумаю, с чем еще буду его комбинировать. Потому что сейчас я начинаю создавать свой новый гардероб. И у меня вещи должны начинать как-то друг с другом взаимодействовать. Я думаю, что вот этот вот костюмчик. Как раз вот с этим топиком я собираюсь все это носить. Который сегодня на мне топик. Вот тут будет у меня первая пуговица. Вот здесь вот. Все очень ровненько. Здесь будут накладные карманы. Хотя мне даже уже и без карманов нравится. Воротник. Ничего не буду поправлять. Обратите внимание. Сам воротник в верхней части как хорошо лежит. Правильно мы его смоделировали. Я никогда не пробую там воротники и на этих пробниках. Потом их не приметываю, не видоизменяю. Я как-то за жизнь научилась сразу делать воротники. Поэтому как бы и своими знаниями делюсь с вами. Будьте разнообразными и новыми. Я думаю, что невзирая на все сейчас жизни и трудности, которые нас окружают, мы встретим весну во всеоружии. Мои брюки номер два готовы и мой модный пиджак простыми методами готов. Вот так вот я выгляжу в застегнутом виде. Смотрите, вот такие вот у меня великолепные здесь карманы. Смотрите, как это выглядит сзади. Он такой ровный. Он не сильно широкий жакет, но именно вот такой вот ровный. Ровное и ровное плечо. Вот это ровная линия. Ровная линия праймы. Ровное плечо и ровный пиджак. Вот создают уже такой вот более модный образ. Но я хочу сказать великолепный хлопок. Полоска. Вы видите брюки. Вот смотрите, как это выглядит. Вот эти вот защипы великолепно дают засунуть руки в карманы. Хватает свободы. Я убрала излишки. Показывала вам, когда внесение изменений. После примерки мне написали, что жалко не сметали, не показали. Уже не было смысла сметывать. Уже просто отдали сразу в шитье. Я сейчас, когда я вам покажу пиджак, сниму жакет и покажу брюки. Но я не собираюсь вот в таком виде с ремнем именно носить заправленную вещь. Этот вот образ с ремнем у меня только под пиджак. А теперь, когда тут у меня ремень. А тут сверху бочки прикрыты пиджаком. А когда вот так вот смотришь, можно то что подумать? Можно подумать, какая узкая у женщины талия. Прям шикарная, да? Так вот бочки чуть-чуть прикрыты и очень даже мило. Можешь сюда руки засунуть, если тебе вот так совсем уже. Но я еще забыла похвастаться. Я же в Париже приобрела босоножки. Вот такие босоножки. Вот так выглядят сзади брюки. Вот так вот пиджак сзади со шлицей. Тут, конечно, радиоустройство мешает, но мы на это не смотрим. Ну и, конечно, у жакета очень интересная технология внутри обработки. Я вам ее сейчас покажу на столе. Еще раз смотрим жакет. Очень комфортный, просторненький. Рукава, расширенные плечи. Очень широковатенько вот так вот в груди. Если все пуговицы застегнуть, вот тут еще сколько свободы. Видите? Вот. Ровненько, широкенько. И как бы вот в этом варианте я точно соответствую тем современным журналам, которые мы с вами рассматриваем. Ну, длина жакета не сильно длинная выбрана, потому что широкие брюки. Если бы брюки у меня были вот без этих вот защипов, а просто широкие ровные брюки, я могла бы, конечно, жакет сделать подлиннее. Но жакет длиннее никак не подходит вот к этим вот защипам. Конечно, я вот так его буду носить враспашку. Еще раз смотрите, как это удобно. Очень удобный воротник. Правильно снято от основания шеи. Правильно расстояние снято с плеча. Воротник не впивается в шею. Очень мне хорошо в этом наряде. К этому пиджаку еще что-то будем приобретать. К этим брюкам еще будем шить тонкую-тонкую, тончайшую рубашечку. Ну, и я думаю, белые рубашки тоже великолепно пойдут с этими брюками. Смотрим, как выглядит жакет. Очень мне комфортно. Моя любимая длина жакета. Ничем мы не утяжелили, никакими отворотами рукава, никакими там манжетами, ничего не нужно. Вот так вот просто и все. И в этом есть какая-то вот такая, знаете, я бы сказала, современность. Когда вы будете моделировать, очень большое внимание уделяете линии плеча. Очень большое внимание уделяете линии проймы. Ну, и там еще поступили вопросы. Я читала, почему мы, допустим, на каких-то жакетах делаем секретную выточку, когда уменьшаем вот здесь объем. А на каких-то мы просто взяли ее, уменьшили и вот так сверху излишек срезали. Когда мы делаем пиджак, жакет по фигуре, вот прямо по фигуре, по фигуре, нам нужно весь объем задать, который у нас есть в базовой основе. Мы не имеем права там взять, уменьшить выточку, как на льняной курточке или на этом жакете, а просто свету срезать излишки. А когда мы делаем по фигуре, мы там уже как бы должны точно весь объем задать. А когда вот такая вещь широкая и здесь свобода, и здесь с свобода, и здесь не приталено. Он просто такой свободненький. Тогда, конечно, мы имеем право не делать секретные выточки вот здесь, и получить вот такой хороший результат. Сейчас я сниму пиджак, покажу вам брюки. И следующим этапом я уже буду все показывать на столе. Еще раз я напоминаю всем, что в том варианте, в каком вы сейчас увидите брюки, я носить не буду. Если я сниму пиджак, то у меня будет наверх на пояс ток или рубашка. Вот этот образ заправлено и с ремнем, это только с жакетом. Ну вот я сняла жакет, показываю вам, как будут выглядеть брюки отдельно от жакета. Но я думаю, что этот комплект сильно меня выручит. Конечно, я очень счастлива от того, что я его сделала. Великолепный хлопок, хорошо держит форму. Брюки получились вот именно такие немножко торчащие, как я и хотела. Вот так вот выглядит сзади у нас брюки. Но это, я надеюсь, не последние мои брюки в этом сезоне, потому что еще, думаю, у нас появятся брюки. Сейчас я вам покажу все это на столе. Передо мной жакеты брюки, я по очереди сначала вам расскажу о жакете. Накладные карманы на подкладке. Кто не знает, как это делать, найти у нас видео, когда шили Каролиночки давно розовый детский жакет и на него как раз делали заготовку кармана на подкладке. Розовенький такой жакетик из ольна. Делали когда-то на Каролину и именно там мы делали накладной карман на подкладке. Накладной карман на подкладке. Ой, ой, девочки, какая красота, боже, боже, какая красота, какая красота. Смотрите, полочка полностью упакована батистовой подкладкой. Видите, да? Вручную закрыт вот этот шов последний, для того, чтобы весь шов закрыть туда и чтобы тут уже не делать никакой строчки. Шов завернут в ту сторону, там ни окантовки, ничего нет. Из швов окантован только центр спины. Центр спины переходящий в шлицу. Вы видите, да? Думаю, что нам надо курсик какой-то сделать. Вот такой пиджачок пошит летний, чтобы вы не плавали в технологии. Очень красиво. Видите, сначала обработана вот эта часть, внутренняя часть шлицы, и потом одной окантовкой от низа. И вот эта окантовка вошла внутрь. Ну, как бы это, конечно, у нас Маргарита делает, я это не делала. Ну, подгибка, вы видите, репсовой тонкой лентой. Тоже придает хороший такой стиль, такую современность этому жакету. Очень-очень сделано все шикарно. Вот эти детали, вы видите, двойные. Эта деталь двойная и эта деталь двойная. Поэтому здесь нету ни окантовки, ни оверлока, ничего. И в абсолютно все вместе окантована пройма. Видите? Очень красиво. Просто, я бы сказала, очень красиво. Просто шикарно. Девчонки, молодцы. Я в восхищении. Видите, да? Рукав. Рукав, просто рукав. И с той стороны обработан вот такой вот деталь. Если я захочу вот так немножечко отвернуть его, то у меня здесь будет поперек полоска. Но я не буду отворачивать. Мне нравится он именно в таком простом виде, как мы его сейчас имеем. Вот в таком виде. Очень красиво. Я очень довольна. Показала вам с удовольствием. Сейчас показываю брючки. В брючках ничего такого особенного нет. По низу подгибка, закрытый срез. Строчка. Строчка разрешается, потому что это хлопок. Достаточно жесткий пояс. Шлевки рассчитаны под мой вот тот ремень. Ремень, конечно, у меня очень-очень сильно старый. Но пока такой. Давайте я выверну вам покажу. Те вещи, которые мы с вами делаем, вот у нас на канале. Я что хочу сказать о качестве и уровне люкса вот этих вещей. Вы вообще представляете, сколько вот это бы стоило? Это же даже просто я даже не хочу сейчас называть эти суммы. Просто в средних марках ну трудно найти такие вещи, которые вот сделаны прямо по последнему слову моды. А в дорогих марках просто нам это недоступно. Гульфик окантован. Внутренняя часть гульфика окантована. Кармашки окантованы. Вот они. Видите, как они хорошо все входят сюда, да? И пояс окантован с задней стороны. И просто все держится на одной пуговице. Конечно, если хочется вот чтобы так поплотнее держала, этот пояс надо продлевать внутрь, нижнюю часть. И делать одну вот так побольше. Здесь какую-то застежку, и здесь какую-то застежку, чтобы было два. Ну, чтобы вдвойне удерживать это все, чтобы пояс не расходился. Ну, с моей шикарной фигурой так пойдет. Вот так выглядит поясок окантованный. Тут просто оверлок. Показала вам брюки, показала вам жакет. Мы с вами много занятий посвятили этому костюму. Думаю, благодаря этим занятиям вы сошьете разные брюки и разные жакеты. Будьте разнообразными, мы вам будем помогать в этом. На этом я прощаюсь с вами. Ставьте лайк и делитесь нашими видео в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Приобретайте наши курсы и будьте с нами. Всего хорошего. С вами была я, Паук Штарин Михайловна и вся наша команда.